В этом видеоуроке я расскажу о том, как массово добавлять страницы в индекс поисковой системы Google при помощи программы Xenoposter и инструмента Google Search Console. Я думаю, что многие знают, что в инструментах Google Search Console, которые раньше назывались Google Webmaster, есть раздел «Посмотреть как Google Bot», в котором можно добавить страницу в индекс поисковой системы Google. К сожалению, если добавлять страницу руками, на это требуется очень много времени. Поэтому я подготовил небольшой шаблон в программе Xenoposter, который автоматизирует эти процессы. Если кто не знает, программа Xenoposter служит для автоматизации рутинных повторяющихся задач. Шаблон, демонстрацию которого я покажу в этом видеоуроке, работает в один поток, поэтому может быть запущен даже на версии Lite, а поскольку в нем не встречается капча, его можно использовать даже на демо-версии продукта. Для тех, кто не знает, как вообще работает этот инструмент, посмотрите как Google Bot. Для начала я продемонстрирую его работу в браузере. В специальную форму вводится адрес страницы. Обратите внимание, что он вводится без домена и без первого слэша. То есть только один адрес страницы. Дальше нажимаем получить и отобразить. Ждем, когда Google обработает запрос. После чего нажимаем добавить в индекс и сканировать только этот URL. Обратите внимание, что на один аккаунт Google Webmaster существует лимит в 500 запросов. То есть больше 500 URL нельзя добавить для одного аккаунта. Соответственно, если вам надо добавить больше URL, то вам необходимо зарегистрировать новый аккаунт в Google Webmaster, подтвердить на него права и добавлять следующие страницы. Выбираем, как я уже сказал, сканируя только этот URL и нажимаем отправить. Видим то, что URL правильный для индексирования. Переходим непосредственно к рассмотрению шаблона. В папке с шаблоном есть три текстовых файла. Это файл конфигурации, файл ошибок и файл URL. В файле конфигурации указывается ваш логин. Это электронная почта на Gmail. Пароль и сайт, который вы будете добавлять. Обратите внимание, сайт указывается без HTTP. Просто домен, точка, доменная зона. URL. URL должны быть без указания домена. То есть, например, вы копируете список ваших страниц. Они имеют вид HTTP, 2.2, 2.4, ваш сайт, слэш и дальше URL. Необходимо удалить через замену HTTP и ваш домен на пустое. То есть, получается одни страницы. Дальше просто сохранить. Продемонстрирую работу шаблона в Project Maker. Сначала читается файл, считывается логин, пароль и сайт. Учистится файл ошибок, после чего происходит авторизация в кабинете Google Webmaster. После авторизации начинается процесс добавления новых страниц. Читается первый файл из строки URL. Он удаляется из этого файла, после чего происходит добавление новых страниц. В шаблоне отловлено большое количество ошибок и выставлено достаточно большое количество пауз для повышения его стабильности. Точно так же, как и руками в браузере, выполняется отправка страниц на индексацию. После чего шаблон переходит к добавлению нового адреса. Рассмотрим, как это работает непосредственно в самой программе Xenoposter. Как я уже говорил, шаблон работает только в один поток, поэтому уставляем максимум потоков 1. Как видно, начался процесс добавления новых страниц в индекс поисковой системе Google. В случае, если тот или иной URL не получилось добавить, в лог будет выводиться ошибка, то, что такой-то URL добавить не получилось, и эта страница будет записываться в файл error.txt. Если вас заинтересовал данный шаблон для программы Xenoposter, вы можете его совершенно бесплатно скачать, перейдя по ссылке, которую сейчас видите на экране. На этом на сегодня все. С вами был Игорь Бакалов. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Читайте мой блог о SEO. Не забывайте оставлять лайки и комментарии под этим видео. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok